Здравствуйте! В этом видео пойдет речь об очень интересной и довольно, такой, как бы сказать, щепетильной теме. Вопрос о резонансной генетике. То есть это нечто, помните, если кто смотрел Гарри Поттера или читал книги, что, конечно, сейчас в современном мире очень редкость, читающие люди. Помните, когда Гермионе нужно было оборотное зелье, то есть превратиться в кого-то, она, так сказать, делала оборотное зелье. Или когда там они быстро менялись, там жабры у них появлялись и все остальное. А так ли это фантастически или магически, или это уже давно прошлые технологии, так сказать, или это уже давно сейчас разрабатывается, или на основе каких знаний это все делается сейчас. Короче, резонансная генетика. Это очень интересная тема, особенно с последними событиями, которые нельзя упоминать в Ютубе, так как это уже не первое из моих видео, которое по этому принципу уходит куда-нибудь в небытие. Скажем, например, сейчас скажу обязательно дисклеймер, то есть я в этом видео никаких доводов, выводов не публикую, научных фактов не обосновываю. Это видео является чисто развлекательным, эта тема является взятой с воздуха, все совпадения с реальностью совершенно случайны и не имеет никаких основ под собой. Так что автор данного видео не несет ответственности за ваше неправильное понимание от изложенного материала. Все сказанное мной является вымыслом и домыслом. Так что прошу не обижаться. Если не нравится, вы можете в любой момент это видео выключить и посмотреть что-то более, так сказать, вам по душе подходящее. Так что теперь поехали о самой интересной теме. Конечно, резонансная тема это не только резонансная генетика, это не только оборотное изделие. Это вообще все. Это и операционная система для клетки организма. Это возможность с помощью телефона менять форму своего тела, специального кода, отращивать всякие различные части тела, как угодно, менять форму, внешность, чего хочешь. Естественно, на это время будет даже метаболизм ускорять или замедлять. На это потребуется время. И все это, как бы сказать, наука, я скажу, очень древняя. Ну, сначала, конечно, мне нужно обоснование этому прочитать. Но довольно-таки серьезно, потому что некоторые умники, не читав даже букваль в детстве, начинают писать комментарии об очень таких изречениях, таких философских. Короче, автор, ты типа нехороший человек, иди занимайся чем-нибудь другим. Давайте, конечно, немножко я просто введение этого текста резонансной генетики. Концепция резонанса в генетике. Потому что дальше там по этому тексту пойдут серьезные математические матричные вычисления, и сухая-сухая-сухая генетика, научные знания, формулы, наборы генов и тому подобное. Я думаю, вам не очень будет интересно, как можно создать операционную систему в клетке, а также создание математической модели этого вычисления. Но, скажу так, на основе вот этих вот всех математических изысканий и формул, короче говоря, можно не только понять тетраграмм. Ой-ой-ой, подождите, я вам же не объясняю, что такое тетраграмм. Тетраграмм это из древних книг, которые еще более древних книг Библии. Они в канон не вошли, но эти книги объясняют вообще все знания божественных языках. Вот один из божественных языков это тетраграмм, четверостишье. То есть, Бог записал все живое, всю формулу живого в четверостишьях. Короче говоря, это геном. То есть, сейчас я введу, объясню вам, что это тетраграмм. Геном строения аминокислоты. Короче говоря, я сейчас небольшие вводные вам дам, потому что дальнейшее понять то, что я буду пытаться объяснить, особенно, как можно построить, как вам сказать, операционную систему внутри ДНК и при помощи особой волновой функции резонансной управлять вашим ДНК и менять, короче говоря, все, что хотите. Хотите, хвост отрастили, запрограммировали эту операционную систему, вуаля, хвост, хотите уши, вот вам уши. Хотите голубые глаза, пожалуйста. Причем это при жизни, хотите молодость, вот вам молодость. Смотрите, тетраграмм. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Четверостишье. Весь код ДНК из четырех аминогрупп. То есть, аминокислот. Тимин, гуанин, аденин. Еще какая-то я уже забыл. Так. Тут, наверное, будет... Так, 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 так. Они так и сокращаются. То есть, код... Понятно. Тут сразу грузят мозги тем, чем не надо. Сначала бы людям нужно объяснить, что генетический код это аминокислоты. Сейчас они еще бы начали вам рассказывать вот в этой статье, как происходит циквенация ДНК. Еще детергенты какие применяются и все остальное. Короче говоря, всегда. Мне, конечно, Википедия очень нравится. Сейчас она, знаете, людям рассказывает вроде бы информацию, но поданную так, что ты ничего никогда не поймешь. Особенно с прошлого видео, когда я рассказывал про коллайдера дрона. И там, помните, закон Эйнштейна, Розена, как он там красиво описан, но только так, что ничего ты не поймешь из этого. Тут то же самое. Короче говоря, смотрите. Тетраграмм, язык Бога, четверостишья. Они набираются в слова дальше. И эти слова сформируют у вас РНК и ДНК. Дизоксили, рыбонуклеиновую кислоту. И рыбонуклеиновую кислоту. Но это все аминокислоты. Это все последовательность геномов. Дальше скажу так. Они не просто так набираются в эти группы. Но о всем по порядку. Так. Концепция резонансов в генетике. Резонансная биоинформатика. Чтобы умники не умничали, объясню. Прочитаю пару строк из видений. Я не собираюсь статью перечитывать. Ибо не имея особых знаний, очень тяжело будет понять, о чем тут вообще говорится. Но здесь говорится о возможности влиять на геном извне при помощи резонансной частоты. От себя объясню так. Модель ДНК. Когда клетка делится, спираль ДНК начинает раскручиваться со скоростью 2,4 ГГц. То есть это 2,4 ГГц. У нее резонансная частота вращения вот этой вот. То есть там очень большая скорость вращения петли ДНК. То есть когда Бог создавал человека, там реально натуральное знание. Это эволюции не объяснишь. То есть ДНК это такая машина, которая работает даже быстрее, чем некоторые процессоры, которые у нас есть. То есть у нас процессоры в среднем 3G, 4G. G это гигагерц. А ДНК некоторых животных, растений, они работают на скорости десятков гигагерц. То есть некоторые... Ох ты, сразу файлы, коки, отследить. Кто такой, кто такой, откуда. Так, аминокислоты, полипептиды. Интересная статья. Наверное, тут что-то будет. Вот. Тетраграмм. То есть... Ладно, не будем это слишком долго. И если повлиять на ДНК нити во время деления, то с частотой ее резонанса, то она остановит свое деление. Кстати, на этом есть очень серьезное научное изыскание сделанное. И на этом принципе работают методы обеззараживания помещений на предприятиях больших. Они излучают несколько минут в день, пока обеденный перерыв. Или еще излучают резонансную частоту деления клеток бактерий. В итоге бактерии у вас останавливают свое деление. Прекращают в предприятии. И таким образом, без всякой санитарной обработки, вам не надо практически следить за тем, что у вас там на рыбном, либо мясном предприятии завоняется пол или еще что-нибудь. Там просто бактерий не будет. Вам только нужно мыть это все и все. Обычными средствами. То есть биологического. А про биологической опасности не будет заражения вашей продукцией и следственно порчи. Ну и про биолаборатории я уже молчу. Там тоже свои такие определенные устройства есть. Главное самому не попадать под их воздействие. Об этом есть специальные справочники и специальные методологические пособия работы в микробиологических лабораториях. Особенно в момент обеззараживания специальными средствами. Это не имеется в виду хлорамин и все остальное. Специальное средство это радиочастотные излучатели с высокой, так сказать... Ладно, не буду умничать, потому что большинство не поймут. Как говорится, умный задумается, а дурак посмеется. Теперь видение. Мысль об организации мира, включая живую материю на основе вибраций, относится к числу древнейших. Ее утверждали еще мыслители древней Индии, древнего Китая, древней Греции. Например, в Индии существовало учение о высшем звуке надобрахман, как зародыши всего мироздания, которое является множеством вибраций той или иной частоты. Древним Китая полагали, что музыка это то, что выражает гармонию неба и земли. Согласованность инь и янь. Люй, ши, чунь, цю. В наше время вибрация и резонансы в организмах мира и живой материи посвящается много работ. Например, Никола Тесл утверждал, что все связи между явлениями устанавливаются исключительно путем разного рода простых и сложных резонансов. Согласованных вибраций физических систем. Книга «Вибрационная медицина» Гербер 2008 год называет резонанс ключом к пониманию и управлению любой системой, которая откроет дверь на невидимый мир жизненных процессов. Кстати, там в этой книге очень серьезно изложены методы подхода к созданию операционной системы в генетическом коде. Но об этом мы немножко попозже. Это очень интересная тема. Там не только заложено оборотное зелье гермионы, но ладно. А.М. Молчанов, автор гипотезы о резонансном строении Солнечной системы, считал, что резонансность характерна любой эволюционной зрелой динамической системе. Интерес к вибрациям и резонансам в биологии и медицине подогревается существованием методик вибрационной и резонансной терапии. Диагностики, например, магниторезонансная томография и прочее. Вибрационная болезнь, называемая вредным влиянием промышленно-транспортных вибраций, является ведущим профессиональным заболеванием наряду с силикозом. В Институте машиностояния РАН в 1975 году существовал отдел вибрационной биомеханики, созданный вице-президентом Брам-академиком КСВ Фороловым. В этом отделе автор заведует лабораторией биомеханических систем. Кстати, насчет древних скажу. На основе резонанса были сделаны технологии древних по восстановлению молодости и восстановлению тела. Это, если вспомните эпос о древнем правителе шумерском, это Гильгамеша. Вспомните его камеру, камеру Гильгамеша. Ну ладно, об этом чуть попозже. Короче говоря, древняя резонансная технология, это было очень серьезное изыскание. На этом работали все техномагические устройства, которые мы, так сказать, утратили в древних наших предках и цивилизации. Итак, идея значимости вибрации резонанса для живой материи, обычно обуславливаема на основе экспериментальных данных или умозрительных заключений, вовсе не является новой. Что же нового представляется в нашей работе? Новое заключается в обнаружении пересечения мира генетических феноменов с миром математики резонансных спектров вибрационных систем со многими степенями свободы. На этой основе развивается основной математический подход к моделированию систем генетического кодирования и генетических феноменов. Он выявляет в них скрытые взаимосвязи и закономерности и ведет к новому классу биомеханических моделей. Этот авторский подход использует в математику матриц, обладающую удивительным свойством отображать резонансы. Полученные результаты свидетельствуют в пользу целесообразности осмысления генетических систем и ее феноменов на основе математики особых систем согласованных резонансов. При этом в поле зрения оказываются энергетические принципы биологической организации, поскольку частотные характеристики вибросистемы соображены с ее энергетикой. Короче говоря, в двух словах, все компонуется и взаимодействует на основе собственных резонансных частот, особенно в очень тонких системах, как, например, генетический код. А резонанс это что? Это звук, это частота. Ну, правда, немножко более высокая, чем мы можем услышать. Развиваемая концепция резонансной генетики сближает биологию с физикой, которая во многих базируется на представлениях о резонансах, включая работу М-планка по изучению абсолютно черного тела, стартовую для квантовой механики, с ее вниманием к спектрам колебаний. Квантовая механика. М-планка. Так, квантовая механика это более такое, как сказать, замысловатое явление, но мы не будем в нее углубляться, потому что опять умники начнут умничать, не давая умным, я про комментарии говорю, умным понять, что вообще о чем идет речь в этом видео. Она также дает новую область сращения генетики с информатикой, поскольку вот теперь вот внимательно о том, чем я говорил, что на основе физических изысканий резонансного воздействия на генетику вы можете создать информационную модель, обработать ее математически и придумать операционную систему на основе ДНК для вашего организма. И с помощью этой операционной системы загружать обновления и так далее. Короче, ну тут идея очень тонко на это намекается, но дальше можно это все проследить. Поскольку на системах резонанса можно строить прием и передачу информации, например, наследуемые способности коммуникации с помощью речи и пения. Примеры этого. Короче говоря, можно вообще закладывать любые свойства, как я говорил, в организм любого существа. Захотел шесть рук, пожалуйста, оскачал обновление, свою операционную систему генома, вуаля, отрастил, захотел быстрый обмен веществ, чтобы раны быстро заживали, вуаля, заживают раны быстро, захотел восстановить молодость, вуаля, ну и так далее. Включаем фантазию. Как говорят, экспрессию в студию. На системах резонанса можно строить прием и передачу информации. Наша наследуемая способность в коммуникации с помощью речи и пения. Примеры этого. Описываемые результаты представляются существенными, в том числе в свете утверждения и Канта о том, что в каждой теории содержится столько истины, сколько в ней математики. Эти результаты сопряжены с новым пониманием самой жизни, возникшим благодаря достижения науки жизни, есть партнерство между генами и математикой. Стюарт, 1999 год. Подчеркнем, что в данной статье речь идет о цепном или строчном принципе последовательной передаче информации. Так, строчном, вот, цепочка, цепочка, тек-тек-тек-тек, тимин-1, гуанин, цитозин и так далее. Тр-др-др-др-др-др-др-др-др-др-др-др-др-др-др- передаются построчно. Не так, как пытаются нам подать в справочной генетике о том, как это все расшифровывается. Тут немножко другая математика, а тут тебе вот говорят, что на основе резонанса, тут же оно все это как слово Божие, тетраграмм. А где я тут читал? Так, или строчном принципе последовательной передаче информации, которая применяется в речевом коммуникации, письменности, компьютерной информатике, радиосвязи, телевизионных изображениях на основе строчной развертки, генетических последовательностей и прочего. То есть, все работает как текст в природе. Телевизионных изображений на основе строчной развертки генетических последовательностей и прочее, как известно, с 40-1971 год он кардинально отличается от голографического принципа передачи информации, которая иногда ставится в углового угла при попытках осмысления генетических феноменов. Короче говоря, попытки расшифровать геном и его функции. Полученные результаты позволяют выдвинуть концепцию о ключевой роли системы резонансных частот генетики, моделировать генетические структуры и феномены на языке этих систем. Возникает возможность иного понимания известных биологических понятий и знаков, например, генетические алфавиты являются системой резонансов. Соответственно, генетический код представляет как код системы резонансов. Короче говоря, вы можете найти определенные частоты для ДНК, определенного кусочка ДНК, волновые, световые частоты. Ну, потому что кусочки их ДНК, то есть, чем меньше объект, вот такой вот маленький, тем частота его уже приближенная к свету. То есть, это уже десятки гигагерц, 20-30 гигагерц. Извините. Правду, наверное, говорю. Так, и тогда, когда вы можете воздействовать на определенную цепочечку, строку в записанной книге вашей жизни, то есть, в манускрипте, который Бог записал в вашем строении ДНК, вы можете эти строки менять. А, собственно, если вы меняете эти строки, вы можете воздействовать вообще на все состояние организма. Надоело, допустим, девушке ходить брюнеткой, поменяло пару этих буквок тут. Все, блондинка. Главное, чтобы только ум не стал как ум. Ну, ладно, это шутка, конечно. Блондинки, они не зависят от пигмента меланина в организме, то есть, интеллект. Я довольно-таки много блондинок встречал, особенно даже с очень-очень-очень хорошим образованием. Решетки. Решетки пинета, традиционно описывающие полигибридное скрещивание организма по закону Менделя. Помните, кто такой был доктор Менделя, да? В нацистских канцлагерях. Ладно, не будем об этом. Является аналогами математических таблиц наследования собственных значений в тензорных семействах матриц вибрационных систем. Ё-моё, наверное, это мало кто поймет вообще. Аллели генов из законов Менделя могут интерпретироваться как собственные значения матриц, представляющих вибрационную систему со многими степенями свободы. Ух ты! Некоторые наследуемые биологические законы могут моделироваться на едином языке систем резонансных частот для осмысления единства организма, например, основной психофизической, закон Вебера-Фехнера и морфологические законы филотоксиса. Явление биологического морфогенеза и ростовых движений можно осмыслить с позиции представления о тензорном морфорезонансном поле как новой версии морфогенетического поля. Ой-ой-ой-ой-ой, тут что-то пошли такие очень умные слова. Я, наверное, понимаю, что большинство читателей сейчас уже выключились с канала. Короче, ты нам, Игорь, не расскажешь сейчас о том, как сделать оборотное зелье для Гермионы при помощи радиопередатчика и компьютера. Нет, ребята, здесь в этих трудах говорится о том, что вы можете подобрать резонансную частоту под модели геномов и даже определить при помощи их несобственной резонансной частоты модель генома, как магнитный резонансный томограф делает МРТ, который все проходят, но только он определяет резонанс частоты материи внутри вас и отсюда строит картинку по графику прохождения магнитного поля сквозь вас. А тут можно то же самое прокрутить и с помощью ДНК, и не обязательно его теперь даже секвенировать. Секвенация ДНК это, как бы сказать, выделение его из клетки и чтение. Это очень, конечно, интересная и серьезная тема, но, конечно, без определенного образования мы не будем. Ну, это очень узкие специалисты, которых всего 5-6 человек может быть в мире, которые могут понять то, что здесь написано. Но будем, так сказать, потихоньку пытаться вникать. Объясню так. Давайте так. Есть несколько, допустим, моделей чтения ДНК. Здесь говорится, вот в этой книжечке, что первое, что мы узнали. ДНК можно прочитать при помощи собственной резонансной частоты. И не только прочитать, а можно еще и записать. Если, конечно, вы имеете очень серьезную машину, которая способна избирательно подавать эту резонансную частоту на ваш организм. Минуя ауру и минуя, так сказать, ошибки, искажения, искривления этой частоты внутри разных поли морфизмных, короче говоря, поли структур, то есть, внутри организма. То есть, примеси, домосы и равных плотностей. Но, по сути дела, если я читал еще другие труды на эту тему, которые я не могу сейчас показать, иначе канал сразу же слетит, так как бывало не раз, и видео слетали тоже. Смысл в том, что некие ученые придумали на основании этих трудов и других, придумали способ создания некой операционной системы для ДНК. Вы можете, найдя специальные фотохроматические гены, они придумали векторный метод внедрения в ваш геном, последовательности фотохроматических и радиочувствительных, короче говоря, как это объяснить правильно, генов, которые могут менять информацию всего генома, и на основе этого создается операционная система. Ну, то есть, смысл идеи таков. То есть, вы можете менять ДНК, корректировать, ошибки устранять. То есть, ошибки ДНК – это то же самое старение. То есть, триокись азота разрушает при редуприкации ДНК, короче, когда клетки делятся в организме, то происходит процесс старения как? Ошибка повторения старого ДНК в новой. И получается, старение – это рождение молодой клетки, но только с ошибками. То есть, ДНК уже дырявая. И отсюда получается, что вы уже имеете изначально разрушенную клетку. То есть, она уже рождается в вашем организме, изношенной. А клетки рождаются постоянно. То есть, каждые четыре года в вашем организме меняются все клетки. Но если вы имеете у себя операционную систему, основанную на резонансных частотах ДНК, вы можете практически скорректировать всё в вашем организме. Дальше, конечно, вы можете всё это почитать, найти эту статью в интернете. Это очень интересная статья. Но мы кое-что, может быть, другое сейчас найдём. То есть, операционная система подразумевает, что вы в ДНК встроите дополнительную, либо цепочку, но я бы сказал бы, не цепочку, а кусочек, такой, скажем, мрнк, месседж-рнк, которая будет редактировать потом в дальнейшем ваше ДНК при добавлении особых бустерных добавок. Короче так, посмотрим, королева Елизавета. Теперь посмотрим на кое-что интересное. Что напоминает это дерево, что напоминает эта цепочечка. Да, я даже буду подсказывать прямо вот видом. Вот что она напоминает. Кстати, это у этой королевы, или Елизаветы. Муж, это они празднуют, как раз таки. В общем, её муж был добрейшей души человек. Но что в данный момент мы видим? Смотрите. Вац! Мы видим нить ДНК, но только с третьей спиралью. Третья спираль. Что это такое? Что это такое? Точно. Это же операционная система, которая имеет особые частотные воздействия. Точнее, свойства. И которая открывает возможность к редактируемому онлайн-редактированию ДНК в организме. Ё-моё! Для этих целей всего лишь нужно будет... Я не буду, конечно, сейчас рассказывать и показывать точно такие же умные статьи с математическими формулами, потому что, как говорится, дурак всё равно не поймёт и посмеётся. А умный задумается, уже видя это. Потому что... Как вам сказать? Это то, над чем они работали уже очень давно. Смысл не получения... Не только бессмертия получения. Скажу вам так, что дело даже не в бессмертии. Дело в том, что вы можете получить кучу работников, рабов, так сказать, у которых можно будет корректировать всё. Я сомневаюсь, что людям они дадут возможность собственно приложение себе загружать, обновление, так сказать, корректоры сделают. Сомневаюсь, что они сделают, как это было в предыдущих цивилизациях. Особенно в тысячелетнем царстве. Особенно, когда я уже выкидывал видео о том, что было тысячелетнее царствие. Но это моё личное мнение и взгляд. И там, помните, все такие древние римские, все сатиры, вот эти существа, которые имели разные головы и тому подобное. Не думаете ли вы, что это как раз-таки те технологии, когда вы можете менять свой внешний вид, корректировать свою форму? Ну вот вам, то есть, сегодня они, так скажем, они говорят, что они хотят себя, они чувствуют себя женщиной. Завтра они скажут, что они чувствуют себя животным. Послезавтра они скажут, что, ой, да мы можем себя и сделать животным. Что-то от животного себе. Возьмут, через такую операционную систему, начнут себе генетически менять там, допустим, зрение, как у креветки, которая, ну, есть такая, вот, тихоокеаническая креветка, которая видит 800, там, миллионов оттенков цветов. Цветов. И мы там, допустим, просто дальтоники, по сравнению с этой креветкой. Или, допустим, кожу, как у комодийского варана. То есть, представьте себе, если боксеры имели такую же кольчугу, как у комодийского варана. То есть, кольчуга, сейчас покажу. Надеюсь, покажет. Надеюсь, потому что что-то последнее время очень умные вещи из YouTube и откуда угодно исчезает просто. Короче, да, тут и описывается в статье, что из остеодермов таких подкосных кусочков под кожей состоит кольчугового варана. Так, надо картинки показать. Вот. Короче, у этой маленького дракончика под его еще чешуей находится еще из костей типа кольчуги. Короче говоря, они не могут даже друг другу кожу покусить. Вы представьте себе боксеров, которые бы дрались бы друг с другом и вы бы, допустим, не могли бы пробить им пятерочку, апперкот, а ему все равно. Ё-моё. Ну, или Майк Тайсон, если бы он себе скачал бы такое обновление. Обновление командийского варана. Хлоп. Все. Непробиваемый торс. Потом, блин, это ж можно теперь ножом проткнуть только. Захотели, чтобы ножом не проткнуть. Такую же самую обнову скачали, только с помощью добавления белка паука. То есть, нити паутины. Хлоп, и у вас кожа вообще не пробивается ни ножом, ничем вообще. А все благодаря вот этой операционной системе на основе ДНК. в сторону генеалогического дерева человека и вуаля. И смотрите, как они интересно встраиваются. Тут показывается ствол. Он раз, два, раз, два. Короче, ветвь ДНК превращается в целое дерево. Можно тут такую операционную систему сделать. Ладно, короче говоря, то сейчас хейтеры захейтят. И очень даже будет тяжело трудно им что-либо в комментариях объяснить. Но скажите, а как вы думаете, правильно ли они это все делают? Я думаю, нет. Если они влазят в тетраграмм код ДНК, помните, в Библии сказано в Откровении, что спасутся только 144 тысячи. А теперь давайте посчитаем, сколько слов от папы и от мамы хромосом. 144 то есть 72 тысячи от папы, 72 тысячи от мамы и 144 тысячи хромосом полностью в ДНК. То есть получается спасутся в последние дни только те, у кого не будут, короче, у кого будут изначальный код ДНК, у кого не будет вот этой ерунды. Вот операционность системы ДНК. Ё-моё, мать честная. Это же в Библии об этом еще говорилось очень много лет тому назад. да, не все это, конечно, понимают. Для того, чтобы это все понять, нужно читать, 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 и думать. Тут дальше уже описывается вообще цепочка очень интересная. Видите слова из ДНК. Вот волновая функция. Здесь матрица описывается. Короче говоря, вызов вашего ДНК, допустим, вот этой операционной системы, будет напоминать, как будто бы, знаете, старые были телефоны, там, помните модемы телефоны, тоновый набор. И вызывается оператор. И вот это модем, он, короче говоря, это очень интересно. И потом, после того, как будет создан тоновый набор резонансных частот того ДНК операционной системы, получится так, что ваше ДНК ответит. Ну, она, конечно, будет иметь свой MAC-адрес. Ответит и создаст ответ в виде дублирующих многоканальных разночастотных каналов. Короче говоря, это как Wi-Fi или Bluetooth. и у вас получится, что с вами выйдет ваш, допустим, телефон на связь. Или есть такая технология Li-Fi световой интернет, как раз созданный для того, чтобы получать или передавать при помощи потока света. Свет имеет очень высокую частоту. при помощи этого света передавать информацию именно на ваше тело, на собственно ДНК. И дальше она будет делиться с другой. Короче, методом посредственного, обыкновенного передачи информации волновой функции внутри организма вы будете получать обновление ДНК. Ну, как вы, представьте себе. то есть при не просто так же последние все разработчики неких витамин, которые нам всем недавно употреблять заставляли ой, надеюсь видео не забанят. Утверждали, что они создавали операционную систему. Вот оно. Но только я уверен пульт от этой операционной системы людям-то не дадут. Не дадут они вам этот пульт не все не сможет Петрович себе сделать хвост чтобы держать инструменты когда ему надо. Или когда он на лестнице лазит электрик допустим Петрович чтобы не упасть там хвостом взял задержался все лампочку вкрутил если лестница упала то он висит на этом хвосте нормально или там допустим я не знаю жабры как там в Гарри Поттере можно было в себе отрастить захотел поплавать плюх в воду поплавал жабры отрастил нет это все будет возможностью управлять такими неорабами только у кого тут кто тут празднует у элиты короче говоря неужели вы думаете что своих дочек внучек и всех остальных весь выводок они этим всем так сказать обзаведят да нет они своим детям то есть они их учат в школах в которых нет вайфая в которых нет телефонов в которых особые книги глобусы вы можете это все найти в интернете почитать посмотреть как они учат сколько стоит месяц обучения в этой школе это дело даже не в стоимости вас туда не пустят если вы не имеете там не потомок какого-то там родственничка который там тоже работал на них короче говоря туда так просто не попадает но виблиюшне просто так сказано что кто примет начертание на чело или на руку зверя тот будет пить вино ярости гнева божия чаши ярости из чаши ярости гнева божия просто говорю и думаю о другом совсем как это как объяснить следующее что такое начертание потому что начертание это обыкновенный штрих-код штрих-код на что наносят на товар то есть получается эти ребята собрались еще на всех заклеймить как товар штрих-код шитырих и шесть-шесть-шесть короче самое интересное что информация где-то на поверхности естественно где-то рядом да но не везде вам покажут что такое шестерки смотрите любая в общем короче говоря штрих-код любой содержит шестерки это число зверя ну звери это вообще не просто какой-то компьютер когда нам рассказывали еще в 90-х стоит там где-то какой-то там Швеции или где Удапеште там или Венгрии там Майнфрейм там куча знаний дата нет зверь это целая система Unix подобных компьютеров не просто Linux а система объединенных систем Unix объединенные компьютеры которые работают как один и эта сеть из это огромный мозг на основании будет новых людей то есть подключенных к сети это будет нейросеть супермощная так вот каждая клетка каждый индивид будет пронумерован вот таким уж начертанием начертание потому что черточки как вам древние пророки это объясняют а число зверя это число человеческое ну то есть люди так сделали для того чтобы это все как вам объяснить пронумеровывать то есть ну вообще это для сатаны надо чтобы он инвентаризация помните в прошлом видео рассказывал что он освободился он брезгает ходит по миру с цепью на ноге и обольщает людей вы будете как боги ну да короче вот первые две полоски любого штрих-кода это шестерка еще с языка фартранс кстати фартранс язык придумала монашка во франции из первого языка программируя шестерка она не употребляется как функциональная какая-то единица она просто как разделитель вот раз два три три шестерки 666 типическая шестерка да тупиков 6 6 я уже путаю английский с русским вот видите две полоски вот вам шестерка и вот последняя так же само вот будут помимо операционной системы на индивидуумах то есть операционной системы в ДНК и будет еще на индивидуум нанесена система распознавания при помощи штрихкладирования короче сатана занимается всем тем же чем он занимался еще предыдущие годы но самое это страшное что когда помните в библии сказано что будут хулить бога и кусать языки операционная система на основе ДНК вот этих вот знаний она дает вам возможность не просто корректировать внешний вид человека а еще и волновую функцию помните в начале я введения говорю что еще и речь и все остальное короче говоря люди даже и мысли плохой не смогут подумать потому что при помощи этой машины ДНК они смогут короче я наверное слишком много опять разговорился и опять контент заблокирует как одно из многих многих видео короче это вообще видео о резонансной системе ДНК это не то о чем вы подумали надеюсь алгоритм ютуба не сильно на это дело обратить внимание давайте немножко отойдем в сторону смотрите как они тяжело будет конечно вам определить найти эту информацию но скажу так это искать надо в англоязычных ресурсах потому что в русскоязычных резонансная генетика вот смотрите резонансная генетика генетика она сразу же резонансная генетика генетика уже даже убрали того ученого смотрите она давится уже прям на подходе то есть они сразу вам дают прям вот четкое понимание что советский ученый очень умный человек Петр Александрович Горяев который в этой области ну прям я не знаю он прям даже этих анунаков прям на генетическом уровне даже уже осталось прибор только собрать который их определяет сделал он очень много чего добился но они что по нему пишут российский деятель псевдонауки сразу псевдонауки помните этих фактчейкеров и тому подобное создатель псевдонаучной концепции волнового генома кандидат биологических наук научной концепции волнового генома то есть это часть изысканий которых я прочитал есть много изысканий английских ученых которых они не касаются потому что там эти технологии можно развивать там как раз оно все идет семимильными шагами которые указали на них кандидат биологических наук эксперименты П. Горяева были раскритикованы биологами которые указали на несоблюдение им научной методологии поведения экспериментов на незнание основ соответствующих дисциплин ё-моё бедный дядька настолько умный был ученый что запутался в собственных познаниях ё-моё не знал он дисциплины ё-моё да нет ребята какие технологии пётр горяев хотел открыть а давайте так эпос гельгамеш гельгамеш сейчас ещё на мэль аниме гельгамеш вот смотрите да и тут тоже уже начинают всякого иона носить чтобы никто правду не узнал эпоса гельгамеш гельгамеш это был древний шумерский правитель один из я не по-моему сотни я уже не помню сколько правителей не не сотни там не сто их было шумерский правитель видите льва держит он в руке львы тогда тоже были они маленькие он его как котенка держит в руке не боится что он его укусит и рост его смотрите чем этот правитель был это вообще супергерой древности но он был не глупым правителем он изобрёл много интересных постулатов и он в те времена занимался волновой генетикой и он изобрёл камеру гельгамеша то есть смысл в том что вам нужно было просто зайти молодым в эту камеру она в здоровом состоянии когда у вас ничего не болит у вас самое прекрасное состояние вы в неё заходите она запоминает на камень кристалл ваше состояние потом вы этот камень носите с собой на шее там записана функция вашего кристалла либо где-то храните там где до него не доберутся особые сущности энергетические а потом случилось вам много оторвало допустим или вы постарели лет так на 200 или на 1000 улеглись в эту камеру вложили этот камень запустили энергию туда и вуаля рука тут же отросла и вы сразу же помолодели лет до 15 ну когда вы там зашли там записали свою синхорду на этот камушек вау какие технологии да так получается Пётр Горяев является Гильгамешем нашей эпохи ё-моё ну он если честно взять архивы и книги которые я читал но их нельзя опубликовывать потому что ну во-первых их уже и не найти в открытом доступе а во-вторых там говорится что как раз он и занимался исследованиями исследованиями вот этих вот индоперсидских технологий древней Персии и Индии о волновой генетике о вечной молодости и всё что кстати пишется о все эти знания подчёркнуты они вам прям прям текстом пишут давай 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 вот они прямо пишут что всё это было из Индии существует очень высшем звуке Нандо Брахман то есть это всё оттуда ну Нандо Брахман это вообще голос типа Бога который слово Божье Бог своим словом создал человека то есть Библия об этом и написано словом за шифром Тетраграм Нандо Брахман даже очень похожие созвучия но мы не говорим на чистоте Бога и поэтому мы не можем это слово прочитать естественно нам нужны специальные устройства резонаторы ДНК секвенаторы резонирующие и тому подобное то есть всё что нам сейчас показывают на основе современной генетической науки это всё ерунда настоящая генетическая наука уже давно дошла до создания операционной системы она в виде третьей нити ДНК и эта операционная система у вас ну так сказать если вы захотите то она будет у вас в организме вносить изменения и делать из вас то что захочет хозяин на этой операционной системе естественно у каждого будет свой личный мак-адрес генетический то есть геном будет отвечать на уже компьютерном языке с Катей скажу Гарварде есть модель этой операционной системы если полазите хорошо по библиотекам и публикациям научных открытий то вы можете это всё найти а не читать и говорить что Игорёха опять сдурел и что-то вам не то несёт надеюсь я вам правильно объяснил эту всю концепцию этого операционной системы для ДНК или оборотного зелья Гермионы из Гарри Поттера надеюсь вы это поймёте потому что ну не ну те кто конечно не хотят ничего понимать они естественно проходите мимо потому что это тоже как бы сказать как говорили у нас на факультете если умер это надолго если дурак это навсегда так вот у нас преподаватель генетики была химия она всегда так говорила так о чём я становился единственное слабое место вот этого всей операционной системы как вы думаете какое если вы создаёте дерево на основе полипептидных нуклеиновых цепочек это дерево имеет слабые места наверное по водороду который имеет связи здесь да у вас ствол такой генетический получается ух ты получается если вы будете радио радио радиоактивное звучение на него воздействует да то эта цепочка рассыпется ё-моё а чего они все боятся вот эти ребятки видите в форме чего они стоят да ну да ладно умный поймёт но сами дальше знаете тут всё пропитано символизмом даже тот ангел который сзади них в виде золотого светящегося символа это всё имеет свой смысл у этих ребят символизм это хлебом не корми это символизм их не основа даже вот вот разрез этой цепочки ДНК клевер всё имеет свой символ ну как же куда же без этого так вот радиоактивное излучение способно вот эту нить ДНК полностью разрушить ай-яй-яй-яй-яй поэтому в Библии сказано что на солнце то есть при сильном излучении солнца последние дни у тех кто примет начертание начертание помните что такое начертание начертание то есть уже будут в инвертарной книге этих рогатых и копытых копытатых то у них будут гнойные раны потому что эти цепочки будут разрушаться и гнойные раны будут на коже на теле то есть они будут бояться даже света сильного а про радиацию я вообще молчу она их полностью ихнюю операционную систему будет разрушать ну представьте себе она должна получать из пространства нужную частоту которая ее выводит пробуждает потом она на нескольких каналах открывает вещание полный дуплексный приемопередатчик у него происходит связи и тут тебе бах вы в этот канал на высоких десятках гигагерц начинаете радиоактивное излучение излучать радиация это и есть на десятках гигагерц излучение не только альфа бета гамма волны они волны но на какой частоте и в итоге у вас получается такая мега помеха которая мешает обновляться этой генетической операционной системе а еще и помимо этого она начинает выбивать водород из оснований этих азотистых оснований где они тут у меня пенцы и связи по водороду вот по водороду между ними уже не происходит ну короче кому интересно вы можете все это найти даже можете почитать генетику как это все формируется то есть советского ученого который действительно заслуживал Нобелевской премии и серьезных грантов для того чтобы развить науку чтобы мы могли вылечить любую болячку любое все ну естественно отличие технологии Петра Горяева и Гильгамеша в том что вы не встраиваетесь то есть не встраиваете операционную систему как эти ребятки в ДНК слово тетраграм Бога вы не встраиваете свои слова туда свои заклинания туда даже Гильгамеш древний исполин был не настолько ну я не буду говорить какой чтобы встраивать эту цепочку ну то есть операционную систему свою цепочку то есть видно сам Гильгамеш и другой исполин наверное который все-таки решил встроить эту цепочку видите еще копыта снизу растут ну наверное с копытами удобнее ходить взял на телефон скачал себе обновление операционной системы ДНК копыта опа красота обувь не надо носить да ничего трава ноги не колет ну это я образно шучу конечно так только рога зачем не знаю наверное шапку удобнее носить при ветре не слетает то есть мы сейчас на пороге таких знаний которые подходят в наш мир что все что казалось когда-то магией оборотное зелье там ведьма превратила принца в лягушку короче говоря это все становится уже реальностью но беда в том что благодаря этим ребятам это реально станет кошмарной реальностью потому что эти ребята все ваши деньги которые вы им платили как налоги обратят против вас и сделают для вас новую клетку она будет называться вашим телом и ваша душа даже не сможет выйти из этого тела как в библии сказано будут пытаться найти смерть но смерть убежит их забоится помните фильмы про зомби они падают их убивают в них стреляют они восстают ёо моё потому что операционная система наверное имеет больше быстрее функцию восстановления наверное да и в интернете много роликов о том как ну я не имею ввиду в ютубе а есть другие ролики как люди убегавшие из этих супер лабораторий пытались кинуться под машины там в Америке с моста сбрашивались а они вставали и уходили то есть из больниц убегали их невозможно было убить даже грузовиком проехавшись по ним то есть это всё есть если кто умеет уши дослышит кто умеет глаза да видит а разум чтобы разуметь да уразумеет наверное теперь подумаем как эти ребята бы защитили свою семью от вот этих вот векторов которые будут вам встраивать новую операционную систему наверное они пометят продукты питания которые будут иметь векторную вставку так сказать особым знаком наверное этот знак будет жабка этот знак наверное будет какой-то другой на продуктах короче ищите внимательно смотрите на продукты библии сказано что последние дни нельзя будет есть все что продается на этом не все продукты можно будет есть но библии сказано что все что не употребляете употребляйте благословение ибо все что благословил господь бог оно чистое то есть бог очищает и вода когда вы говорите спасибо она меняет молекулярную структуру и вещи и еда тоже будет менять молекулярную структуру ладно наверное слишком много в одном видео пытался высказать хотя я еще ничего и не сказал надеюсь видео будет полезно кому-то ставьте лайк и подписывайтесь внимательно читайте библию вникайте в писание потому что древние писания это непросто то есть тут тут вам все в старых книгах разных книгах рассказано показано фреском фреском нарисовано и объяснено что это такое и о чем это вообще ну правда не все психологически готовы эти все книги читать и не все понимают о чем там написано короче всего хорошего вам ставьте лайки подписывайтесь сильно не судите строго помните это все домыслы вымыслы и фантастика которые уже становятся реальностью всего хорошего до скорых встреч